8 команд сотрудников Росгвардии, МЧС, МВД, пограничной службы и военнослужащих Биробиджанского гарнизона стали главными героями военно-спортивного праздника, который прошел на стадионе «Дружба» и был посвящен Дню России. В программу вошли и легкоатлетическая, командирская, гиревая и военно-прикладная эстафета и перетягивание канатов. Это мероприятие проводилось и раньше, но именно в открытом формате. Решили управлением, командованием гарнизона сделать в таком формате. Откликнулись наши все силовые структуры и, как вы видите, будем поглядеть, что называется. Я уверен, что они будут традиционными и не только в День России будем проводить. Полицейские ЕАО не отказались принять участие в спортивном празднике. Команде ОМВД доверили открыть парад участников. Как заверил руководитель регионального управления, внимание к спортивной форме сотрудников особое. Про спорт в Всероссийском спортивном обществе «Динамо» можно рассказывать очень долго и много. Мы только в текущем году спортсмены «Динамо» здесь, в нашей еврейской области, выполнили один норматив мастер спорта, два выполнили мастер спорта международного класса. Поэтому спорт на самом месте, таком важном, но для нас не достижение какого-то конкретного результата, чтобы личный состав действительно занимался и физкультурой, и спортом. Эстафеты коллективов «Классика 4 по 100» и «Командирская» с разными по продолжительности этапами в зависимости от должности участников выдались очень зрелищными. Не уступала им по азарту и военизированная эстафета, где надо было продемонстрировать навыки скоростной экипировки, переноски раненого и боеприпасов. Все, в принципе, здорово. Организация, вроде как, и организуют военные, но на уровне все это. Участники довольно-таки сильные соперники. Есть с кем посоревноваться. Недавно проходили одинаковские соревнования. Также принимал участие на дистанции 400-100 метров. Ну и также был победителем в данных дистанциях. Помимо легкой атлетики, ну, в основном футбол. Легкая атлетика и футбол. Ярко и с накалом прошли гиревая эстафета и перетягивание канатов. Соревнования богатырей стали украшением праздника. По итогам всех видов лучшей стала команда УМВД. Сборная гарнизона и пограничники дополнили трио призеров. Вы нам показали сегодня силу и мощь. Мы гордимся вами. Вами гордится Россия. Мира вам, добра, счастья, процветания. С праздником Днём России. Торжественное награждение провели исполняющие обязанности зампреда регионального правительства Елена Никитина, начальник УМВД России по ЯУ Александр Добровольский и начальник гарнизона Максим Иванцов. Организаторы также отметили представителей Федерации легкой атлетики, спортшколы и телеканала НТК за помощь в организации и освещении мероприятия. Вячеслав Пасманик, Константин Земляникин, Павел Славин. Новости 21.